Более 90 миллиардов гривен выплат за последние 4 года получили украинцы, чьи вклады сгорели в банках-банкротах. Об этом заявляют фонды гарантирования вкладов. Сейчас фонд активно распродает имущество лопнувших финучреждений, чтобы вернуть деньги и тем, чьи вклады превышают гарантированную сумму в 200 тысяч гривен. Когда и кто может рассчитывать на получение выплат, узнаете из нашего материала. За последние 4 года в Украине обанкротились более 90 банков. Одни не пережили рост курса, другие лопнули по вине недобросовестных владельцев. Теперь управляет этими банками фонд гарантирования вкладов. Каждому вкладчику лопнувшего финучреждения в течение 20 дней здесь возвращают гарантированную сумму 200 тысяч гривен. Это гарантирует закон. Чтобы вернуть деньги и тем, чьи вклады больше, фонд продает имущество банков-должников. Единственный источник погашения кредиторам средств – это продажа актива банка. Продажа либо погашение. Учитывая, что 98% до 100% всех кредитов, которыми управляет фонд гарантирования, они есть глубоко просроченными и проблемными, то, по сути дела, основной источник возврата средств – это продажа кредитов, продажа прав требований. Вкладчики, чьи депозиты не превышают 200 тысяч гривен, сразу же получили свои выплаты, говорят в фонде. Это более 90 миллиардов гривен. Главная проблема – возврата денег клиентам банков, чьи депозиты превышают гарантированную сумму. Недобросовестные заемщики. Частое имущество, под которое на бумаге выдавались кредиты, в реальности стоит в десятки, а то и сотни раз меньше. 400 миллиардов этих кредитов – это так называемые кредиты под фейковые залоги. Например, Брокбизнесбанк. 12 миллиардов портфеля, обеспеченный залогом под этим портфелем, находится газ в трубах, который оформлялся в залог до 2014 года. Когда же мы приехали на осмотр залога, мы встретили остатки от базы, где сидит дедушка, собака и небольшая бочка. Вот это, собственно, все, что лежит под этим залогом. 12 миллиардов гривен. Да, безусловно, вопрос к тому, куда смотрел надзор и куда смотрели органы, когда такие кредиты выдавались. Чтобы открыто продавать даже самые проблемные залоги, еще два года назад в фонде разработали систему онлайн-торгов «Прозорро». Трехкомнатная квартира, земельная делянка, творчая майстерня, что угодно. Автомобили, квартиры, базы отдыха, заводы и даже целые стадионы. В этой системе тысячи лотов. Это залоги, под которые в банках брали кредиты. Теперь купить их может каждый, и фирма, и обычные украинцы. Достаточно просто зарегистрироваться на одном из 40 сайтов в интернете. Например, трехкомнатную квартиру можно посмотреть. Вот она тут. Харьковская область, Харьковский район, Докучаевский мир, 203 тысячи гривен. Стартовая. Алексей Соболев руководитель проекта «Прозоро продажи». За прошлые два года из этого небольшого офиса в старом здании в центре столицы здесь помогли продать имущество банков более чем на 8 миллиардов гривен. Была проблема механизм выбора, кому же аукциона самого, какому бизнесмену отдать, по какой цене этот кредит. И когда не до конца прозрачное проведение аукциона, то возникали проблемы, что аукционы не осуществлялись, отменялись и так дальше. К нам обратился фонд гарантированных вкладов для того, чтобы помогли решить проблему продажи. И мы построили систему, которая отмечена международными наградами, которая очень прозрачно, легко, доступно продает активы через электронные аукционы. Общая сумма активов ликвидируемых банков на бумаге более 500 миллиардов гривен, говорят в фонде гарантирования вкладов. Однако их независимая оценка не превышает и 90 миллиардов. А реальную стоимость определяют уже аукционы. Сейчас онлайн более 4 тысяч лотов, за которые уже в этом году рассчитывают выручить более 12 миллиардов гривен. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.